Сейчас посмотрел конференцию Adobe Max 2020 с презентацией нового фотошопа, это просто жесть какая-то, туда добавили гигантское количество фильтров, теперь абсолютно не нужен фейстюн, потому что даже рукожоп может одним движением, одной кнопкой сделать себя на 20 лет моложе. Смотрите, здесь есть ползунок, злость плюс 50. Смотрите. Оооо, когда фотки будут. Слушай, извини, но, в общем, как тебе это сказать, у меня жесткий диск погорел, вот все фотки удалились. А еще есть прикольная фича поворота головы. Ать, а потом такая, что? Ладно. Привет, мои маленькие любители ретачить фоточки. Вчера прошло открытие конференции Adobe Max 2020, где ребята из Adobe предоставили новые обновления фотошопа, и я просто вчера смотрел вот так вот, грыз ногти, они летели в разные стороны, и я говорил постоянно, как вы это делаете, Дэвид и Блейны, что это вообще такое? Они такие крутые штуки наваяли, что у меня просто нету слов. И сейчас я вам расскажу, что же они такого натворили. Первое. Замена неба одним кликом. Вы снимаете унылый пейзажик, открываете его в фотошопе, открываете специальный модуль Sky Replacement, далее выбираете любое красивое небо из представленной библиотеки, нажимаете на кнопочку ОК, и готово. Ваше небо полностью меняется, и работает это идеально. На самом деле работает это, правда, круто, я сейчас потестировал с разными пейзажами, он каким-то образом анализирует, находит линию Sky Line, создает дополнительные маски, и что самое интересное, после того, как вы нажимаете на ОК, у вас создается определенная группа слоев, которые вы можете впоследствии дообработать и получить более идеальный вариант. На самом деле функция работает, опять же, бомбезно, с абсолютно разными пейзажами, и я думаю, все пейзажные фотографы сейчас просто тревел-фотографы, блогеры, начинают рыдать от счастья. Наконец-то! Второе это нейронные фильтры, отдельный модуль, который позволяет творить с лицами просто невообразимую дичь. Уже сейчас доступны функциональные фильтры пластики лица, вы можете сделать свою модель счастливей, прям как будто только что ей айфон купили, ну или наоборот несчастней. Удивить ее, либо сделать покерфейс, либо даже немножечко позлить. Будьте аккуратны, в следующем обновлении фотошопа пацаны из Adobe сказали, что модель может вам навалять прямо через экран. Также можно работать с возрастом, омолодить, либо состарить модель, но я уверен, все сейчас девчонки сразу-таки открывают фотошоп, закидывают свои фотки и на минус 50 лет себе делают возраст. Также здесь можно двигать глаза влево-вправо, если вдруг ваша модель начинает коситься на кого-то другого, бах, ползунок, и она теперь смотрит только на вас. На самом деле эта штука работает не так круто, появляются определенные артефакты, с которыми нужно бороться, но в принципе, если немножечко подретушировать, все равно это создается на дополнительном слое, если это немножечко подретушировать, то можно получить достаточно сносный результат. Также есть ползунок, отвечающий за объем волос, в принципе, одним нажатием, одним кликом вы можете увеличить объем, либо наоборот его уменьшить. Теперь голову мыть вообще не нужно. Отдельный ползунок отвечает за поворот головы влево, вправо, также все это крутится, но работает это дико крипово. Ну и если вдруг вы продолбались со светом, там, не знаю, в компоузинге наснимали кучу портретов, если вам нужно создать на человеке немножечко другое падение света, также с помощью одного ползунка вы можете как бы перераспределить свет-теневые акценты и создать видимость другого падения света. Далее в нейронных фильтрах есть забавная штука, которая позволяет скопировать макияж с другой фотографией. Если к вам модель пришла не накрашенная, вы берете фоточку какой-нибудь накрашенной дамочки, нажимаете на одну кнопку и макияж с накрашенной перелезает на вашу модель. Понравился фильтр атмосферной перспективы. То, что мы раньше прорисовывали с вами вручную, сейчас можно сделать, опять же, нажатием на одну клавишу в нейронном фильтре. Алгоритм добавляет дымку на задний план, понижает его контраст, а передний план остается таким же насыщенным и четким. Я уверен, эта штука зайдет пейзажным фотографам, точно так же, как и Sky Replacement. Следующий плагин это колоризация, фича, которая позволяет вам нажатием на одну кнопку разукрасить черно-белую фотографию. Я помню, раньше были где-то год назад мегапопулярные сервисы, которые делали это автоматически онлайн, но, ребят, теперь это все делается в фотошопе нажатием на одну кнопку. Преимущество, опять же, в том, что, когда вы нажимаете на кнопку «Окей», все действия касаемо цвета коррекции записываются в отдельные слои, и вы всегда их можете немножечко поменять, насытить, изменить, где-то подправить маску. И вот это, на самом деле, круто, то, что действия теперь контролируются вами, а не каким-то онлайн-сервисом, за который надо отбашлять деньги. Хотя фотошоп тоже надо лицензионный брать, пацаны. Активное масштабирование позволяет увеличить размер изображения, из нечетко сделать более четкую, и добавить детали туда, где их вроде бы и нет. Ну и удаление JPEG-артефактов, тут все просто. Если фотографию сохранили в хреновом качестве, эта штука позволяет в один клик удалить эти артефакты, сделать картиночку более чистой. Это все доступные на данный момент фильтры, но в скором времени добавят новые, за которые, кстати, вы можете проголосовать прямо в самом приложении фотошопа. Это фильтр ретуши старых фотографий, я прям слышу хныки ресурсов, которые реставрируют фоточки за деньги. Теперь это можно будет делать бесплатно в самом фотошопе. Фильтр удаления царапин, та же штука, что и выше. Уменьшение шума, а вот это, кстати, интересная штукенция. Можно будет загружать фотографии, сделанные на какие-то заоблачные ISO, нажимать на кнопку, и они будут чиститься как от хроматического, так и от монохромного шумов. Можно будет удалять очки с модели, тоже фичи достаточно забавные. Если на лице вашей модели что-то будет непонятное, сидеть, вы нажимаете на кнопку, и бах, очки удаляются. Ну, либо что-нибудь другое. Пока не вышел этот фильтр, не пачкайте своих моделей. Потом можно будет. Творческий фильтр создания эскиза из фото. Мне кажется, это хрень. А вот творческий фильтр создания фото из эскиза. Вот это я бы поюзал. Достаточно интересно. Нейросетка будет определять все штрихи и создавать фотореалистичный портрет человека. Рисунок карандашом, ну, для дизайна оформления, я также думаю, будет полезно. Ну и по фану карикатурный фильтр, надувающий всем головы. Я назвал главный, на мой взгляд, обновление в фотошепе 2021 для фотографа. Обязательно поставь лайк этому видео, я запишу подробный разбор инструментов Sky Replacement и этих фильтров. Ну а мы едем дальше. Следующее обновление для Lightroom. Туда добавили Color Grading Wheels. Это определенные колеса тонировки. Теперь Lightroom еще больше похож на Capture One. На самом деле, штука, ну, такое себе. Если вы работаете с чистым цветом и хотите получить чистый цвет, то этой штукой вряд ли вы будете когда-то пользоваться. Потому что работает она по аналогии со сплитонингом. Вы можете затонировать определенный цвет и насыщенность. Тени, нейтральные оттенки и света. Человек, который шарит в этом инструменте, скорее всего, получит, ну, адекватный результат. Ну а рукожопу лучше туда не соваться. Ну и еще одно небольшое обновление получила программа Adobe Bridge. На самом деле, она, на мой взгляд, недооценена. Если вы ей не пользуетесь, то рассмотрите ее как вариант RAW-просмотрщика. Она может выцеплять, вытаскивать из наших RAW-ов миниатюры и отображать их на экране. Таким образом, вы можете просто взять флешку SD-карту своего фотоаппарата, засунуть даже в суперслабый ноутбук, открыть программу Adobe Bridge. И нажатием на клавишу Next вы можете листать фотографии без задержек, потому что он отображает на экране, опять же, миниатюры, встроенные в RAW-ки. И это очень удобно для отсеивания, для отбора, для сортировки фотографий. Прям самая любимая моя программа. Так вот, эта программа получила обновление. Теперь вы можете просматривать не только RAW-ки, не только фотографии, но и видео прямо в просмотрщике. Теперь, когда мы наводим мышку на миниатюру видеозаписи, и в зависимости от положения курсора на миниатюре, вы будете проматывать хронометраж видео до определенного значения. И это, на самом деле, штука удобная. Теперь можно, не открывая видеозапись, просматривать, что находится внутри. Ну и добавили различные варианты экспорта и синхронизации с Adobe Premiere и Media Encoder. Итак, это главное обновление, важное для фотографов. Для видеографов, дизайнеров, рисовальщиков, конечно, там тоже куча всего нового, но как бы на этом мои полномочия все. Обязательно подпишись на канал, обязательно зарегистрируйся на конференции Adobe Max 2020, посмотри их лекции, там много всего интересного. Вчера, к примеру, выступала Энни Лейбовиц. Поставь лайк этому видео, мне будет приятно. Не, ну лекции тоже надо посмотреть, как ни крути. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok